Вспомнился я, начальника государственной фискальной службы Украины в Харьковской области. Повод информационной силы достаточно важный, я прошу вас отмечать. 24 марта 2015 года в службу внутренней безопасности Главного управления фискальной службы Харьковской области обратился директор одного из харьковских предприятий с информацией о неправомерной выгоде, которую от него вымогали сотрудники ДФС. В этот же день было зарегистрировано уголовное производство в прокуратуре Харьковской области по 368 статье, ч. 3. В ходе проведения негласных следственных действий 1 апреля в полпятого вечера в 16.30 во время получения неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США были задержаны сотрудники ДФС, заместитель начальника отдела ЕСВ управления доходов и сборов физических, лиц западной налоговой инспекции и главный государственный ревизор-инспектор отдела контрольно-проверочной работы доходов и сборов физических лиц ДФС Харьковской области. 2 апреля в отношении задержанных лиц в данный момент избрана мера пресечения личное обязательство, в данный момент ведется следствие и другие процессуальные действия. Все, спасибо. Как давно вы готовились к этому? Как давно вы к этому готовились? С первого дня у меня работают люди, которые занимаются отслеживанием противоправных действий сотрудников, и это только первое, то, что мы успели реализовать. Я повторюсь, как в прошлых пресс-конференциях, до сих пор у меня не назначен ни один зам, а у меня должно быть порядка четырех, до сих пор Киев не утвердил и не назначил начальников инспекций районных, до сих пор Киев не утвердил и не прислал глав департаментов. То есть у меня такое скажется впечатление, что я должен быть за десятерых. Почему так происходит? Вопрос в Киев. Я до сих пор тоже не назначен главой ДФС Харьковской области. Вопросы в Киев, не ко мне. На этом спасибо. — Парк, ищите пару вопросов. — Давайте. — Сознайфорский кризисный инфоцентр. Скажите, пожалуйста, а почему тогда мероприятие, чем я избрана? — Согласно КПК. — А есть вероятность того, что человек... — Ребята, ведутся следствие процессуальные действия. Не спешите. — Михаил, насколько упало количество конвертационных центров и оборотов в Харькове за временное наказание вашего областа? — С момента моего занятия поста в Харьковской области объем декларирования тех налоговых ям и абональных структур упало в два раза. То есть было больше миллиарда, сейчас порядка 500 миллионов. То, что я вижу. Я объясню. По поводу этих 500 миллионов ведется отработка. Но я еще раз повторяю. Я нахожусь на должности без замов, без начальников департаментов. У меня не назначены главы районов. То есть, грубо говоря, я один на сегодняшний день. У меня рабочий день больше 12 часов в день. Почему это не происходит? Почему меня не назначают? Я не знаю. Почему не назначают тех людей, которых я подал представление в Киев? Я не знаю. Почему не назначают начальников департаментов или главы районов? Я не знаю. Вопросы, пожалуйста, в Киев. Я выполняю свои должностные обязанности и собираю налоги. Область за два месяца к моим приходам налоги собрала и перевыполнена план, доведенный Киевом. Все, ребята, спасибо. Еще один вопрос. Давайте, да. Я скажу вам, как я говорил раньше, я всегда открыт для встреч с предпринимателями. Есть прямые мои телефоны, есть горячая линия Пульс, она вообще украинская. Есть круглые столы, есть официальный прием граждан, отказа нет никому. Если это в правовом поле, обращение граждан, и мы в состоянии помочь им в правовом поле, то в наших силах, конечно же, мы помогаем. То есть, ни одно обращение не остается без рассмотрения. Если я его вижу, он ко мне попадает. То, что попадает дальше в отделы к сотрудникам, я надеюсь, что точно так же все происходит. Еще раз хочу обратиться ко всем. Есть телефоны службы Пульс. Очень много обращений к предпринимателям, к разным людям о вымогательстве денег происходит. Подкреплено именами должностных лиц ДФС Харьковской области и районов. Пожалуйста, обращайтесь в милицию, обращайтесь в компетентные органы и в том числе в систему Пульс. То есть, еще раз говорю, идет очень большая дискредитация ДФС в Харьковской области. Обращайтесь, сигнализируйте, давайте с этим бороться. То есть, против нас идет борьба, я не скрываю. Правильно ли мы понимаем, что результат вашей работы напрямую зависит от физических ваших личных возможностей? На сегодняшний день, да. Есть еще один вопрос. Борьба, вы сказали, что борьба идет против вас. Борьба против вас. Вы понимаете, кто борется с вами, почему борется с вами и с чем это связано? Кто за этим стоит и стоит? Или это просто общее сопротивление системы некой? И связываете ли вы с этим отсутствие до сих пор вашего назначения? Связываете ли вы с этим огромное количество слухов, фейков и дезинформации вокруг вас, вокруг тех и других людей, на которых написаны какие-то представления и так далее? Спасибо. Еще три месяца назад, когда я не был чиновником, никакой информации обо мне, то, что сейчас есть в средствах массовой информации, не было. То, что сейчас она идет галлопирующим нарастанием, идет дискредитация всех людей, кого я официально объявил, что я хочу видеть главами районов, главами департаментов, моими замами идет дискредитация. Это так. Кто это делает, я не знаю. Я могу только догадываться, зачем это делается. Тоже тут, по-моему, все открыто и все понятно. Посмотрите на показатели, посмотрите на результаты работы. На сегодняшний день, я еще раз повторяю, я работаю один, у меня нет ни одного зама. Я не назначен главой ДФС Харьковской области. Я официально заявляю, что я хочу, чтобы Харьковская область была лучшей. Но то, что происходит, у меня очень большие вопросы, почему нет назначений начальников департаментов, почему нет назначений моих замов. То есть некоторые, наверное, чиновники, которые не хотят, чтобы Украина была процветающим государством, специально это делают. Какие чиновники, я не знаю. Давайте разбираться, давайте смотреть. Но отдельно могут сейчас звучать фразы, что есть мораторий на неназначение до избрания нового главы ДФС. Это неправда. Вчера пришел приказ на назначение без моего согласования замначальника ВБ ДФС Харьковской области, которого в глаза никогда не видел. Возможно, он хороший человек. Я не знаю, кто это. То есть назначения за моей спиной идут. Назначены на сегодняшний день в ДФС я и репешка. Игорь Владимирович, больше никого из руководящих составов. Милиция назначается. У меня назначений нет. Вот уже третий месяц я тяну, как должностное лицо, полностью все один. И как глава ликвидкомиссии Миндоходов, и как глава ДФС Харьковской области, исполняющий обязанности главы ДФС. То, что происходят слухи, что сюда идет новый глава ДФС по фамилии Ковылин, по имени Алексей, я с ним знаком. Мы вместе проходили кадровую комиссию в Киеве у Алены Макеевой. Почему это происходит, я не знаю. Кому я стал неугоден, я не знаю. Почему это происходит, тоже я не знаю. Все вопросы, скорее всего, нужно обращать в город-герой Киев и там задавать вопросы. Если у меня будут такие полномочия, я задам вопрос, почему. На сегодняшний день я занимаюсь сугубо работой. Еще раз подчеркиваю, я очень прошу всех граждан, всех жителей Харькова и Харьковской области при упоминании моей фамилии с какими-то неправомерными действиями сотрудников ДФС или любых других граждан обращаться в милицию и по телефону Пульс. Потому что это все противозаконные действия. Я никаких распоряжений, противозаконных не даю. Это я убедительно прошу. Правильно ли мы понимаем, что на сегодняшний день назначение управления ДФС в Харьковской области зависит от сейчас действий по согласованию со стороны председателя Харьковской области и госадминистрации РАС, и после этого действий по назначению, собственно, которое должно быть подписано министром финансовым. Да, я общался с Игорем Львовичем, он меня поддерживает. Я надеюсь, что в ближайшее время я получу эти документы. А то, что меня после получения документов с обл. администрации Харьковской области их надо проходить согласование в Минфине, да, это так. Их согласовывают в Минфине, отправляют дальше на ДФС Украины и дальше идет назначение. То есть это обычная процедура, ничего сверхъестественного здесь нет. Сначала сейчас согласование в области, потом согласование... Да, потом документы поступают... То есть, грубо говоря, это может занять там двух недель до месяца, да? Ну, при большом ускорении это может быть несколько дней. Спасибо. Спасибо, а есть еще раз? Спасибо.